Ка бы я была царица, молвила другая девица, я бы на целый мир одна наткала бы полотна. В Красноярском крае все больше становится инициатив и проектов, где талантливая молодежь реализует себя самым необычным образом. Так сделали наши первые утренние гости. Сибирская рукодельница Мария Окладникова и руководитель школы медицинского добровольчества Алена Миронова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как вообще возникла вдруг идея и почему? Это же, мне кажется, не настолько доступная история, как, допустим, спица. Так вот, поэтому, что она недоступная, но не менее интересная, чем вязание либо спицами, либо крючком. Так, однажды нашла в интернете очень интересную вещь. Такие вот современные гобелены сейчас можно создавать в различных их вариациях, с различными текстурами. И поняла, что у нас в России это не так развито и нет специальных каких-то приборов для создания вот таких вот чудесных гобелены. Действительно чудесные, очень они уютные, я бы сказал. Да, уютные, приятные. Теплые. Они как глинтвейн. Ну, не знаю. Ну, правда, как-то вот у меня глинтвейн просто ассоциируется с теплом, с таким чем-то интересным. И таким образом вот мы создали вот такие станки, на которых можно создавать очень легко, самостоятельно, такие гобелены, либо шарфы, либо там кусочки ткани, все, что вы хотите. А вас не отпугнуло, вот когда вы посмотрели технологию, что нужно какой-то еще станок придумать? Это вас не напугало совершенно? А почему нет? Слава богу, склад ума позволяет сделать что-то, ну, буквально техническое, но на самом деле это все не так уж и сложно в этом, ну, если разобраться, то это все можно понять и достаточно, ну, легко. То есть даже ведущий утренней программы сможет что-то? Конечно. Сергей, хочешь попробовать? Легко. Показать. Нет, на самом деле я, конечно, владею техникой плетения дзень, и сейчас покажу. Мария, какие-то более серьезные, более крупного формата можно создавать вещи, платье, пальто, может быть. Ну, на таком станке можно создавать лишь ограниченного формата вещи, да, это либо гобелены, салфетки, да, какие-то определенного размера. Ну, а на большем станке большего размера можно создавать вот такие вот пальто тканые, это полностью сотканное бочное пальто. Ага, вот у меня, кстати, я возникала. Ткань, да, качество, что есть такое. Слушай, ну, оно довольно плотное. Плотное работа. Да, это плотное, это шерстяное пальто. Из двухсторонних, да? А, ну, ясно поняла. Обычный. А я хочу попробовать. Ну, давай покажу. Ну, скажите, что делать. Так, сначала берем разлительную палочку. Разлительная палочка, отлично. Для начала, естественно, натягиваем основу. Мы уже это сделали. Палочку разделительную чередуем. Ну, как у вас ловко получается. Да, ну, руки-то уже... Помнят, знают. Помнят, помнят, знают, да. Затем берем челнок. Это называется челнок. Челнок. Да. Наматываем любую пряжу, какую мы хотим. Можем использовать кусочки ткани, шерсть. А так немного наматывается? Ну, пока что да. Демонстрационно, говоря, специально за себя. Нет, ну, подождите-ка, это я... Ну, ладно, хорошо. Под свет тебе подобрали. Сначала открываем зев. Видишь, образуется зев. Ага. Продеваем челнок сквозь этот зев. Вот так. Челнок вот. А, челнок полностью. Да. Ну, действительно, проще же так сделать. Пока ребята заняты, я вот уже тогда... Это как большая иголка. Большая иголка. Алене, задам вопрос. Алене, в чем суть вашей программы, в каких населенных пунктах она работает? Насколько широко сейчас развернула? Ну, как ты думаешь, что... Суть нашей программы позволить ребятам, школьникам, которые выбрали профессию врач, попробовать себя еще до момента поступления, до того, как они принесли документы. Что это значит? Они приходят в больницу и участвуют в оказании медицинской помощи вместе с нашим персоналом, с врачами, с медицинскими сестрами. И это такая профессиональная проба для того, чтобы ребята поняли все-таки, какую среду они готовы выбрать, готовы ли они работать в команде, врачей. И потому что наша специальность – это судьба для ребенка на протяжении потом всей его жизни. Но здесь ошибаться нельзя. И для детей это такая профессиональная ориентация. Ой, а есть статистика? Вот прям очень интересно, много ли людей поняли, что это действительно для них, тем более в таком возрасте молодом. И много людей, потому что этого и нет. У нас ситуация такая, что в большей части ребята приходят уже ориентированы на поступление в медицинский вуз. И в прошлом году, например, из 86 человек, 4 человека поняли, что нет, они не готовы быть в этом темпе. То есть жизнь они так не построят, они не готовы так работать, не готовы быть в этой среде. И ребята перепрофилировались и ушли в другие вузы. Честно, и 47 человек поступило в Красноярском крае. Остальные ребята из 86 уехали в Москва, Петербург поступать туда в медицинский вуз. Кроме Красноярска где-то еще можно дальше себя попробовать в рамках этой программы? В этом году проект стал краевым. Мы запустили уже такие муниципалитеты, как город Назарово, Зеленогорск, Емельяново. Сейчас Шушинская, вот буквально на прошлых выходных мы были, тоже ребята выйдут на такую практику добровольческую. Ну и постепенно мы будем запускать Красноярский край весь, для того, чтобы у ребят была возможность во всем крае себя попробовать. Ну что ж, друзья, у нас тут удачно происходит обучение. Тихо, увлеклась. Пока буду доделывать, я уже завершаю, собственно. Хочется спросить, вот такое вот, каким образом получается? Ну, видите, можно делать с различной фактурой, да? Да. Можно использовать обычную пряжу, либо вот, например, тонкую, да, либо толстую. Также вместо обычной пряжи можно использовать кусочки шерсти. Вот это особенно художественно выглядит. Да, это шерсть, но здесь она разделена на более тонкое волокно, но можно брать и очень толстую пасму, очень толстую, вот прядь такой шерсти. И уже из нее в точности таким же способом можно, это самое легкое, что можно создать. И как я понимаю, что людям очень нравится вот такая фактура, и в принципе мне тоже нравится, что она видная, видны вот ли вот пупырышки, да, очень здорово. Можно сделать большой плед. Можно сделать снуд, либо шарф, все что угодно. Коврик. Коврик. Утром вставать. Ну, я, господи, могу с четкой уверенностью заявить, что сегодня после 9 часов можете смело меня возле театра оперы и балета на остановке с продажей шарфиков найти. Нет, у меня, по-моему, очень неплохо получается. Единственное, я понял, да, что вы имели в виду не затягивать. У меня немножко криво получается. Это ширина будет, да, у меня? Да, здесь мы заправили определенную ширину, но на этом станке ее можно сделать шире. Просто идеально. На самом деле это действительно очень просто, и вот максимальная ширина. Ну, разумеется, если я станок сделаю больше. Если станок можно сделать больше, естественно, ширина будет пропорционально больше. И будет Сергей как Пенелопа в ожидании Одиссея, я в начале. Ну, кто тебе больше нравится, мифический персонаж и совершенно реально голливудская звезда. Не знаю, не знаю, не узнавал. Давайте представлю вам наших гостей. Очарательных Мария Окладникова, сибирская рукодельница и Алена Миронова, руководитель школы медицинского добровольчества. Все серьезно, спасибо вам большое за утренний визит и за то, что Сергей освоил новую профессию.